Друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на нашей сегодняшней дискуссии. Она называется «Настоящее будущее цифровой моды». Я сразу представлюсь. Меня зовут Алексей Кучма. Я на протяжении последних четырех, даже, наверное, уже больше лет изучаю цифровую моду, рынок цифровой моды. Смотрю, что там вообще происходит. Сегодня перед вами люди, которые непосредственно являются лидерами этого рынка, лидерами какого-то направления. Я думаю, что у нас получится очень интересная дискуссия, поэтому давайте я сейчас всех сначала представлю. Сегодня с нами Светлана Алексеева. Она основатель агентства FLD, PR-директор бренда Алена Ахмадулина. Как вы знаете, бренд Алена Ахмадулина – это один из суперинновационных брендов, потому что они одни из первых сделали виртуальный показ, одни из первых интегрировали в этот виртуальный показ виртуального аватара, одни из первых сделали коллекцию с нейросетью. В общем, это очень классный бренд, у них очень много классных проектов, поэтому я думаю, что нам будет о чем поговорить всем. Так, дальше. У нас Виктория Строганова. Это эксперт по цифровым инновациям бренда Puma и фаундер фиджитал-стартапа NFT-украшений Pills. Спасибо. Всем привет. Я думаю, Виктория уже в процессе больше расскажет о себе, чем я могу рассказать. Дальше с нами Верина Сукисян, художник, 3D-дизайнер одежды. Привет. Борис Шилин, создатель креативного агентства «Щелочь» и школы с одноименным названием. И Мария Шевченко, основатель первой в России онлайн-школы по изучению трехмерного конструирования 3D-кутюр и преподаватель на программе «Дизайн одежды» в Британке. Кстати, в августе у Марии стартует новый интенсив в Британке «Диджитал-мода» «Быстрое погружение». Перед тем, как мы начнем нашу дискуссию и я задам ребятам какие-то вопросы, что-то обсудим, давайте просто посмотрим не что такое цифровая мода, а как она выглядит. Можно включить несколько роликов? Продолжение следует... Продолжение следует... Вот такой получился проект. Это коллаборация бренда «Щелочь» и всем известного бренда «Бифри». Сейчас передам Борису слово, он подробнее расскажет о том, что мы делали, как это вообще получилось и к чему все пришло. Да, привет. У нас есть знаковый проект, это шоу реалити, когда дизайнеры собираются и вместе делают какой-то продукт. Называется «Метапанк Диджитал Фэшн Контест». И мы задаем какую-то тему, приглашаем какой-то бренд. В этот раз это были «Бифри» и это была тема на новую деним-коллекцию с флюром панк-культуры. И в течение месяца, даже больше, под присмотром руководителя направления деним, еще куча менторов, мы там все были. Ребята в формате реального времени в телеграм-чате делали весь этот продукт. Сначала была разработка, эскизы, потом это все отсматривалось, давались рекомендации, прототипы, потом делали первые модели, смотрели, потом предфинальный питчинг, финал. В общем-то и довелось все до такого результата. Конечным продуктом является, конечно же, контент. Это рендеры, анимация. То есть все эти вещи, они сделаны в кло. Это все потенциально может быть использовано. Там, где оно могло бы быть использовано, но об этом мы поговорим дальше. Вот, собственно говоря, такой интересный проект. Это уже четвертый его сезон. И сейчас, ну вообще хочется, конечно, сказать, что это, наверное, единственное такое масштабное событие в мире цифровой моды. Ну, в России, да, наверное, и в мире, потому что таких масштабов я не видел. И сейчас мы буквально позавчера закрыли второй сезон проекта «Простор» от WK, который тоже, наверное, вам где-то попадался, темой которого была цифровая мода. Мы были кураторами. И мы сегодня, мы решили, что ролики будем показывать дозированно, чтобы вы не уставали. И следующий ролик – это тизер того, что сделали ребята на WK. Мы покажем где-то минут через 20, да, в процессе разговора. В общем-то, так выглядит цифровая мода в ее, как бы, на лучшем проявлении в виде хорошего рендера, ну, в России и сейчас. Ну, и в мире, наверное, тоже. В общем, как-то так в двух словах. Да, спасибо, Борис. Мы потихонечку переходим к нашей дискуссии. У нас есть некий план, по которому я постараюсь сегодня придерживаться. Мы уже сегодня сказали о неком практическом применении цифровой моды, о том, как бренды участвуют в этом. И первый вопрос к Светлане. Светлана, у бренда Алены Ахмадульны, я уже немножечко затронул эту тему, есть своя digital капсула. Расскажите, пожалуйста, с чего все началось, какие цели ставили перед созданием и, ну, чего удалось достичь, как вообще все это проходило. Здравствуйте. Спасибо за вопрос. Давайте я расскажу с самого начала. Первую капсулу цифровой одежды и вообще, ну, как бы, сама идея ее создания появилась в 2020 году во время пандемии. Я думаю, ну, как бы, многие задумывались вообще, то есть сидя дома, о том, что неплохо было бы где-то реализоваться в каких-то других реальностях. И наша команда, когда оказалась в условиях самоизоляции, мы начали активно обсуждать вообще, что мы можем делать, по какому пути вообще пойдет мода. И, конечно, начали активно изучать всевозможные тренд-прогнозы, которые были на тот момент и которые создавались. И тогда впервые внимание Алены, Алена вообще по своему мышлению визионера, я думаю, что это, ну, прямо читается в том, как она выстраивает свой бренд, как бренд развивается. Впервые ее внимание привлекла цифровая одежда, и она прямо очень плотно погрузилась в изучение, вслед за Аленой вся команда. И в какой-то момент мы просто начали жить этой темой и поняли, что действительно нам нужно хотя бы попробовать что-то сделать в этом направлении. В тот момент бренд как раз готовился к 20-летию своему, которое было в 21-м году, и уже была в процессе юбилейная коллекция, и мы решили часть этой коллекции, небольшую капсулу сделать в формате digital капсулы, как такой некий тизер. В итоге мы объединились с компанией Малевар, такая известная компания на российском рынке, и они помогли нам в реализации нашей первой капсулы. Мы ее надели на аватара Алену Пол, я думаю, что так как вы занимаетесь темой цифровой одежды, вы все знаете этого аватара, и она стала первым лицом, в смысле, лицом нашей первой капсулы. Мы ее запустили, но скорее это был такой, знаете, как пиар-повод тогда, наверное, больше. Мы ее запустили и почувствовали, как настолько какой-то огромный отклик от аудитории, настолько это всем было интересно, интересно и непонятно одновременно. И мы начали просто везде об этом рассказывать. Наверное, первый год, когда мы вообще приступили к этой теме, мы без конца просто всем объясняли, что же такое цифровая одежда, как она производится, зачем это может быть нужно, почему вообще, как и зачем. И после того, как мы почувствовали такой мощный интерес в аудитории, мы поняли, что нужно уже приступать не просто к контенту, а к выпуску, собственно, самих цифровых капсул, именно как запускать одежду, потому что первое, но это была такая совсем пробная история. И вот буквально мы выпустили, наверное, первую капсулу в мае, а уже в июле мы сделали прямо полноценный раздел на сайте цифровая одежда в онлайн-магазине и выгрузили туда первую капсулу и начали ее продавать. Я не могу сказать, что продажи шли успешно с самого начала, и очень много было недопонимания, опять же, по той причине, что аудитория совершенно не понимала, что же это за продукт. Мы реально столкнулись с тем, что, наверное, аудитория бренда Ахмадулина это не та аудитория, то есть эти аудитории, потребляющие реальную одежду бренда Ахмадулина и аудитория, которая хочет и готова покупать цифровую одежду, это две разные аудитории. Нам классно помогло сотрудничество с DressX, это крупнейший международный проект, я думаю, тоже вы все его знаете. Мы были первым российским брендом, который там, в принципе, появился, и вообще мы с ними с самого начала и до сих пор, несмотря на все международные обстоятельства. И очень ценим это партнерство. Там действительно, там действительно есть продажи цифровой одежды, действительно этот процесс происходит. В России это сложно. И до сих пор у нас есть некое недопонимание с клиентами, которые покупают цифровой лук на сайте, а потом пишут письма в службу поддержки, что я купила. Пожалуйста, верните мне деньги. И это не единичный случай. Цифровые капсулы мы выпускаем регулярно. Раз в три месяца у нас стоит план по выпуску. В 2021 году мы также выпустили своего аватара. Запустили, назвали ее Василиса, как героиню волшебных сказок. И сейчас она представляет наши цифровые коллекции. Алексей уже сказал, что мы сделали цифровой показ. Действительно, в 2021 году, когда у нас был юбилей бренда, мы сделали два показа. Один показ был такой, как бы, реальный, а другой был цифровой. Вот мы можем его посмотреть. Я присылала ссылку на видео. Ну, как бы, видео на основе. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Каждый раз смотрю, у меня мурашки похожи, честно. Это правда, я смотрел, наверное, раз сто это видео. Да, это очень круто. На самом деле, хотел немножко объяснить, что в цифровой моде на протяжении последних трех лет выявлялись какие-то определенные тренды. Не в плане там какого-то кроя или вида цифровых вещей. Говорю о том, что, например, сначала была какая-то оцифровка для брендов, потом был пик NFT, когда все создавали NFT коллекции, потом все пошли в метавселенные. И сейчас такой открытый вопрос, который я хочу задать Виктории и Борису. Сначала, конечно, Виктория, потому что Борис у нас сегодня уже поговорил. Какие сейчас есть тренды в цифровой моде? Как ты ее видишь? И какие это, возможно, для тебя тренды, что тебе самой нравится? Да, всем привет еще раз. Меня зовут Вика Строганова. Алексей представил. Я еще преподаю в Британке тоже, в Fashion Factory School, цифровую моду. И перед тем, как я отвечу на вопрос, тоже коротко хотела рассказать о том, как, собственно, Puma заходила в пространство Web3. И, может быть, немножко поделюсь, постараюсь кратко тем, что я делаю в своем стартапе. В общем-то, про Puma. Ну, Puma достаточно быстро зашла на этот рынок. В прошлом году, в начале прошлого года, что, надо сказать, по моим меркам достаточно поздно. В начале 2022 года, получается, Puma зашла в Web3, но сделала в целом это достаточно ярко. На пике еще популярности NFT. И в целом, говоря про тренды, мы точно можем сказать о скоротечности трендов в области цифровой моды. То есть, если в физической моде все-таки цикл создания коллекции больше, то в цифровой моде это все супер на скорости x100. И в целом мы понимаем, что на наших глазах формируется что-то новое, какая-то новая индустрия. Вот как Светлана заметила, действительно, у многих это еще не находит понимания, для чего это, зачем, как это работает. Я тоже постоянно с этим сталкиваюсь, как в бренде, как в Puma, так и в своем стартапе. Классическая история, когда люди покупают, но не знают, что. Но это, на самом деле, интересно тоже. Можно исследовать, мне кажется, отдельные темы для лекции, как это все работает на, не знаю, подсознании, маркетинг, продажи и так далее. Ну, в общем, про Puma, да, значит, Puma ярко зашла. Они поменяли название своего бренда в Твиттере, сделали расширение ETH, домена. Ну, в общем, был такой тренд, он, в принципе, до сих пор остается. Можно покупать в App3 домен. И, условно, тот крипто-кошелек, к которому привязан бренд или человек, его можно переименовать. То есть там будет не набор букв и цифр, а будет какое-то прямо слово, название бренда. И вот Puma так и сделала. Они купили, можно сказать, в App3 домен и переименовали себя в Твиттере. И все такие, оу, вау, что происходит? Потому что в Твиттере у Puma единственный аккаунт. Они не создавали отдельный аккаунт под это. То есть, по сути, они отдали Твиттер под App3 направление. После этого, об этом многие СМИ говорили, после этого тоже был прикольный такой заход на эту территорию. Puma стала вдруг скупать разные NFT. Ну, вообще, в целом, для тех, кто не в курсе, вот Алексей уже упомянул, что, наверное, действительно бум NFT уже прошел. Кажется, что это было в прошлом веке. Особенно для тех, кто погружен в это. Но это всего лишь было в прошлом году. И Puma начала скупать дорогие NFT. Но не просто дорогие NFT, а NFT кошек. Все коллекции крупные, они называются blue-chip коллекции. По-моему, тот же термин используется в акциях. Я не очень разбираюсь. Ну, в общем, blue-chip коллекции NFT-шные, типа Cool Cats, Gutter Can't Gang и многие другие. В общем, везде, где фигурируют кошки, Puma начала, значит, покупать эти NFT-шки. И тоже никто до этого не догадался раньше Puma. Может быть, потому что у Puma, собственно, у единственных такой яркий маскот в виде Puma, кошки, семейства кошачьих. В общем, это был тоже такой классный пиар-заход на территорию Web3. После этого мы сделали… Вообще, мне очень приятно осознавать, что мы приложили… Я и потом сейчас расскажу, кто еще тоже из России, приложили руку к первым каким-то проектам в области Web3 этого международного бренда. Мы сделали, на самом деле, одну из первых NFT-шек. По-моему, даже первую. Просто об этом особо никто не говорит, потому что это был такой эксперимент. Мы сделали первые NFT-бренды вместе с Региной Турбиной. Думаю, что те, кто увлечен цифровой модой, прекрасно знают Регину. Она яркий лидер этого рынка. Она создавала первый проект цифровой моды, платформу для цифровой моды, кто помнит, как… Репликант. Да, Репликант, где можно было покупать тоже как раз цифровые изделия, но это были не NFT, да, то есть ты просто покупаешь, тебе вручную чуть ли не там примеряют это цифровое изделие на фотографию, и ты можешь использовать эту фотографию, например, в своих социальных сетях. После этого она пошла дальше и открыла уже NFT-платформу, которая существует, я считаю, что достаточно успешно, по международным меркам, платформу Артизант. И вот, собственно, с Артизантом состоялась первая коллаборация Пумы и Регины Турбиной как цифрового дизайнера и как NFT-платформы для цифровой моды. Мы представили коллекцию на… Все, знаете, вот прямо в этой области, конечно, забавно, но все первое. Тоже, кстати, классная возможность для любого начинающего дизайнера быть первым, потому что это действительно зарождающаяся такая на наших глазах индустрия. В общем, мы поучаствовали в первой Metaverse Fashion Week. Вот в этом году состоялась… В Центролэнде, да. Да, состоялась уже вторая, вот, и вот мы как раз участвовали с брендом Пума в первой. И, в общем-то, в этой неделе моды в метавселенной Децентролэнд участвовало много разных брендов, там много было классных тоже кейсов. Я вообще сама, если честно, кайфовала, потому что я заходила, и я не могла поверить, что я попала на концерт Граймс. Вот, и мне прям очень все это нравится, и я, наверное, ну, энтузиаст, не знаю, цифровой моды, технологий. Ну, может быть, не всех это привлекает, но мне кажется, что много таких энтузиастов по всему миру, и можно, в общем-то, объединяться, потому что еще чем хороша цифровая мода и, в принципе, все эти технологии, тем, что, собственно, в них нет никаких границ. Не территориальных, не, в общем-то, креативных, да, то есть делайте, что хотите, создавайте вот такие невообразимые миры, как вот создали в бренде Алены Ахмадулиной. Я в восторге, честно говоря, от уровня работы, и вот то, что делает Щелочь. В общем, это все супер, это очень круто, и, видите, да, то есть нет никаких вообще границ. И, в общем, что-то я долго говорю, но, в общем, я хотела сказать, что и физических границ, главное, что нет физических границ, да, то есть вы можете нарушать законы физики. В общем, почти все законы можно в пространстве нарушать. Ну, почти, да. Вот, соответственно, да, про Пуму, в общем, я думаю, что достаточно. В целом, там много было после этого классных, интересных проектов. Вот я просто хотела рассказать о том, к которому я прям прямое отношение имела. Вот, про свой стартап коротко тоже расскажу. Он называется Pills. Тоже чувствую боль вот про то, что люди там не все понимают вообще, что это, потому что изначально мы сделали девайс, который показывает цифровое искусство. Это девайс, носимое устройство. Его можно носить как украшение. Мы создали линейку аксессуаров. В общем-то, почему Pills? Потому что сам девайс, он в форме круглой таблеточки такой, по сути, которую можно использовать в разных аксессуарах. Это может быть подвеска, это может быть браслет и карабин. Ну, это вот первая была такая микроколлекция. Соответственно, можно создавать любые аксессуары и вот эту таблеточку вставлять там, я не знаю, хоть на голову или еще куда-то в одежду вместо патчей и так далее. Но на самом деле мы вообще не совсем, вернее, про то, чтобы просто показывать NFT или там цифровое искусство. Хотя мне лично тоже это нравится до сих пор, несмотря на то, что NFT там где-то уже на дне. Если видели, такой есть мем, где NFT уже утонуло, там скелет такой, потом метаверс тонет, такой, спасите. А искусственный интеллект такой, ребята, пока. В общем, мы не только про цифровое искусство, но и про, в принципе, мы являемся инструментом, который связывает веб-2 и веб-3 мир. То есть мы позволяем, во-первых, по сути, перенести свою digital identity, мне кажется, мы про это еще сегодня тоже поговорим, в реальный мир. Потому что вот еще тоже, как устроен веб-3, там очень ценится анонимность. То есть ты можешь оставаться анонимным, тебе не нужно называть свою фамилию, имя, давать свой, например, номер телефона. Даже имейлы не любят давать те, кто особенно глубоко погружен в веб-3, в NFT. И мы позволяем этим людям оставаться анонимными в реальном мире. То есть они могут приходить на вечеринку или какое-то мероприятие и прикладывать пилс. И, соответственно, вот это устройство считывает, что у этого человека на кошельке есть токен этой коллекции, этого бренда, этого заведения и так далее. И ему зеленый свет, например, на мероприятие. Ну это вот просто один из конкретных кейсов, которые мы создаем. Кроме этого, мы еще и про гейминг, про геймификацию. Я думаю, мы сегодня тоже будем много разговаривать. И, в общем, я считаю, что геймификация – это один из самых больших трендов сейчас. То есть это один из топовых трендов. Много примеров тоже постараемся сегодня по ходу лекции несколько примеров назвать ярких. В общем, мы еще позволяем играть. Мы говорим, что мы как NFT-тамагочи, ну вообще уже не хочется даже использовать слово NFT, мы тамагочи на блокчейне. И даже больше, потому что тамагочи – это про заботу о маленьком питомце, которого ты можешь кормить, как-то за ним ухаживать. А у нас в устройстве куча просто каких-то сумасшедших технологий. Там гироскоп, акселерометр, датчик шума, датчик освещения. И ты, по сути, переносишь тоже свою идентичность в этого персонажа, питомца. Он становится похожим немножко на тебя, если ты этого хочешь. Соответственно, он считывает то, где ты находишься. Например, если ты занимаешься бегом или спортом увлекаешься, у него растет сила. Если ты чекинишься в музеях, галереях, у питомца растет духовный мир, интеллект. Ну это тоже на самом деле можно долго рассказывать, не хочется уходить в какие-то детали. Поэтому к вопросу о трендах, я думаю, что геймификация – один из самых ярких трендов на сегодняшний день. Борис, я думаю, много может тоже про это сказать. Я еще могу потом тоже кинуть пару других трендов, но хочется передать уже слово Борису. Анонимность, на самом деле, я хочу подметить, что анонимность – это такой прям тренд, тренд вообще. Все видели, как они ходят в этих масках своих, это не просто так. Анонимность, ну потому что за нами все время все смотрят, мне кажется, личная жизнь, вообще такой термин из-за обихода пропал. Реально, я вот запарился серьезно, все время на виду быть, я уже инстаграм свой не веду, но это прям тяжко. Поэтому анонимность – это очень глубоко, на самом деле. Анонимность, геймификация. Я, конечно, топлю всегда за то, что цифровая мода очень сильно пересекается с дизайном. И вообще, я вот сейчас изучаю вопрос, я тут дорвался, нашел, углубился в теорию критического дизайна. Попала очень интересная книжка в руки. И мне кажется, сейчас вот кого я вижу, кто занялся цифровой модой, это в основном, ну то есть это чаще люди из дизайна, которые поднаучились работать с одеждой, чем люди из одежды, которые поднаучились работать с дизайном. А на дизайнерах, я сам базовый дизайнер, считаю, что лежит определенная ответственность по части проектирования каких-то миров, возможностей. И о том, что надо давать людям пищу не только, чтобы отвречься от обыденности, а и давать пищу, чтобы подумать. И как бы хотелось бы верить, что трендом в цифровой моде и критический дизайн является тоже. Я, конечно, наверняка сказать не могу, потому что это все равно все продукты капиталистической истории, но об этом не будем. В общем, вот, я вдобавок к предыдущему спикеру хочу сказать, что критический дизайн и плюс все, о чем говорили. А про переосмысление тамагочи вообще респект на самом деле, потому что, мне кажется, тоже очень актуальная история. Про геймификацию. Еще что я хочу сказать про тренды. Мы тоже пытались… Все действительно очень быстро происходит. Вот я сейчас слушаю про артизант, про запуск. Щелочь была на старте там вместе с Пумой. Про дресс-экс я слушаю. Мы были… участвовали в Somnium Fashion Week, и наш павильон стоял рядом с павильоном дресс-экс. И наш павильон был побольше, и мне кажется, что покруче, кстати говоря. Вот. И… Ну и вообще как-то вот мы рядом. Это, ну, удивительно, да. Ну, где дресс-экс и где мы, да, как бы коммунно-анархо-синдикалистов против мирового стартапа, да. И, ну, возможности просто потрясающие. Не выходя из дома, можно построить, ну, ну, такой развивающийся интересный какой-то бизнес. Это классно. И, кстати, про… Хочу смешную историю вспомнить про Метаверса. Нет границ и паспортов. Мы когда договаривались на участие в Somnium Fashion Week, ну, мы там созваниваемся, там обсуждаем все планы. И я такой, ребята, говорю, а где у вас офис? А это все, ну, после февраля происходит. Такие, ну, у нас офис в Варшаве, а у вас… Я такой, ну, мы там, пост СНГ, там, кто-то тут, кто там. И я такой уже про себя думаю, что, о, все, сейчас… Ну, и организаторы такие, ребят, типа, ну, как бы Метаверс, он вне, как бы, вот этой поездки всей. И мне это очень приятно было, потому что у нас вообще ситуация… Ну, интересно, что, ну, реально очень много, ну, ребят из разных все мест и очень, конечно, ну, тяжело действовать в контексте определенных ограничений, да. И, ну, цифровая мода и вся эта история – это снятие этих ограничений. И это потрясающе. И анонимность, опять же, отсюда вытекает. Я думаю, я не буду продолжать почему. Да, ну и про геймификацию тоже я добавлю. Очень люблю тоже повторять фразу одного человека, которого я очень уважаю. Это Анна Дрейнберг. Она говорит, что если вы хотите увидеть действительно трендовые штуки, вы должны смотреть на детей, потому что дети – это, ну, как это, ну, то, что будет потребляться всеми дальше. Индикатор трендов, да. Вот, я, у меня есть дочь, ей 11 лет, и она, 11, да, и она играет в Роблоксы. Альфа. И не альфа. Да, да, поколение альфа и тоже. И она, оказывается, не просто играет. Я тут на днях узнал, что у нее, оказывается, есть блог, там, на тысячу подписчиков на Ютьюбе, и что она Роблокс-стилист, что ей скидывают сумму Роблоксов, и она подбирает лук на эту сумму. И там у них вообще, то есть, какие-то правила уже свои, есть тренды. Короче, они там реально вернули 2007-й. Клянусь, там у них готы, короче, эмо, все, как мы любим. И, ну, я зашел поиграть, посмотреть, ну, я же этим занимаюсь, мне же нужно смотреть, что там происходит. Я захожу, там бегает какой-то персонаж в каком-то там разгазованном костюме, ну, как мы любим, Леша, там все светится, крылья летают. Я такой, вот это, наверное, круто. Она говорит, нет, это зашквар вообще страшный, на самом деле, да, такое. Даже давай, говорит, отойдем, стоять рядом даже не очень. Говорят, не то, что такое, да, это не шутка, это вот все из первых рук. И, ну, там вообще, то есть, вот мы заранее обсуждали с коллегами, да, что с точки зрения экономики, особенно для России, да, сейчас, да, потому что Россия в гейм, в мировом, будем честными, пока, я надеюсь, не особо участвует, да, а вообще и Роблокс еще и забирает 70% с прибыли, с продажи вещей, да. Помните, там все жаловались, что Apple много забирает, 30%, Роблокс забирает 70%, вот. Да, и да, плюс еще один тренд, это, я считаю, гиперосознанность, потому что, знаете, все любят такие, вот следующее поколение, они еще глупее, вы там со своим интернетом. Для меня было удивительно, что, короче, ну, как я имею возможность общаться с поколением Альфа, я его активно изучаю, да, как человек, любящий вообще изучение и исследование, да, дизайнер-то исследователь в первую очередь. И, то есть, у них там даже есть определенное правило лимита на траты денег, то есть, там, покупать вот эти, ну, невменяемые, там, дорогие вещи, то есть, там, эти лежат у них, там, в Роблоксе, эти дропы от Хиллфигера, там, и это никто не покупает, потому что они понимают, что это неоправданная растрата, и они лучше, там, ноунейм себе лук соберут, и это будет более осознанно, потому что даже в цифре, ну, там, зашкварно, грубо говоря, когда у тебя ничего нет, там, на последние деньги, себе покупать, блин, сягу и ходить в ней, и это реальность, то, что я говорю, как бы, вот, я просто это наблюдаю, это тоже в копилку трендов, потому что сейчас есть, это гиперосознанность у 11-летних детей, ну, как бы, видя таких детей, я, на самом деле, спокоен за наше будущее, вот. Я о трендах, я все, дальше. Алексей, пью микрофон. Да, спасибо, у нас, на самом деле, дальше тут повестка идентичности, но я бы хотел передать слово Марии, и мы уже все немножко рассказали про свои проекты, проект Марии, он очень знаковый для этого рынка, была такая первая школа, где можно было получить какие-то знания, в принципе, о цифровой одежде, цифровом конструировании, первый большой канал на YouTube, где все дизайнеры чему-то учились, поэтому, Мария, передаю вам слово, хочется очень послушать какой-то бэкграунд, и то, как вы начинали. Леша, спасибо большое, я один из пионеров изучения 3D именно в сфере фэшн, потому что с 2011 года я использую 3D программы для проектирования одежды, когда я поняла, что те формы, которые я хочу создавать в одежде, они достаточно сложно создаются на плоскости, и я перешла в 3D. Я начинала даже с того, что переносила фигуры заказчиков с помощью фотографирования, я в двух проекциях фотографировала и восстанавливала облако точек просто по проекциям, с учетом перспективных искажений, и когда появилась возможность делать сразу в удобной программе с учетом своей ткани, конечно, я ей воспользовалась, и, в общем-то, наверное, стала одним из первых пользователей Клоу 3D. Я сейчас активно применяю этот инструмент и, в общем-то, нахожусь сейчас на стыке, наверное, реальной цифровой моды, поскольку обучаю дизайнеров работать и с реальной одеждой, и с одеждой цифровой. И на самом деле приемы дизайна, они очень похожи, что в цифре, что в реальности. Меня особо привлекает то, что проектируя реальную одежду с помощью цифрового пространства, мы значительно увеличиваем скорость, увеличиваем качество. То есть та скорость, с которой работает конструктор в цифре, дизайнер в цифре, и та предсказуемость результата, она, конечно, дает нам возможность продуктивнее работать и больше зарабатывать. И возможность даже самым таким дизайнерам, не имеющим финансовой поддержки, выразиться, показать свои коллекции миру, да, потому что создание реальной коллекции, это, конечно, огромные затраты. Это материалы, пошив, технологии. Нам всем удобен очень цифровой мир, то, что здесь эти вопросы решены, то есть нам не нужно заморачиваться с технологиями. Это гораздо проще, это гораздо приятнее, вот Борис согласится со мной, что гораздо приятнее работать с одеждой в цифре, потому что, ну, там ты застрахован от всех этих. Ткань села при раскрое, раскройщик там зарезал настил, оказалось, что утюжить ткань невозможно, клеевая плохо приклеилась, случайно ошибся конструктор в расчетах в прибавках. То есть вот это вот все на каждом этапе, ты имеешь вообще непредсказуемые какие-то последствия, если все не контролируешь. Что в цифре все очень приятно, все очень красиво и сразу хороший результат. И вот цифра надает начинающему дизайнеру еще возможность заявить о себе, показать свои идеи. И я вот, находясь вот на этом стыке, я, конечно, мне ближе одежда реальная, поскольку я всю жизнь работаю с одеждой реальной. И я вот вижу, как тоже эти тренды развиваются, меняются, все такое быстротечное, а наша реальная физическая мода, она более стабильная, потому что от производственного цикла уйти никуда, да, и мы как бы здесь застабилизированы. Но как человек, изучающий все время что-то новое, мне очень интересно быть в трендах, понимать, что происходит. Сейчас, конечно, вот этот огромный бум с искусственным интеллектом, с нейросетками, это очень привлекает, это сумасшедшие новые инструменты, которые мы тоже вот осваиваем с коллегами. И я думаю, что они принесут какой-то новый виток, новую скорость работы, новые возможности. Ну и с каждым таким витком, наверное, снижается немножко порог входа, да. Если раньше порог входа там в 3D программы был достаточно высоким, нужно прям вот было очень серьезно это изучать, то теперь, когда появились нейросетки, мы все с вами немножко дизайнеры, мы немножко писатели, да, и цифровые дизайнеры. Вот, и это очень здорово. Я сегодня услышал, что 20% мужчин, зарегистрированных в приложениях для знакомства, используют чат GPT. И большинство из них отзывается, что это помогло им перебороть вот этот страх первых сообщений и реально улучшило диалоги. То есть, как только сегодня не используют нейронки, поэтому то, что они есть в моде, это, мне кажется, само собой разумеющееся. Спасибо большое, Мария. Хочется также передать слово Верине. Все уже рассказали немножко про себя, про свои проекты, поэтому прошу. Всем здравствуйте. Меня Велина зовут. Я 3D-дизайнер-сумоучка, собственно, училась на уроках Марии, в том числе по YouTube, за что огромное спасибо. Очень приятно вас слушать. Присоединяемся. Да. Я выпускница Британки, выпустилась 3 года назад. С тех пор было 3 показа на Мэштос Бэнс. Один из них виртуальный. И вот во время виртуального показа в 2021 году я познакомилась с Региной, как раз таки с творчеством Регины. Она тогда показывала уже виртуальную одежду на том показе. Это вообще было какое-то новшество на тот момент для нашего рынка. Очень вдохновилась. Тоже начала изучать эту тему. Около года, наверное, забросила. На протяжении года ушла больше в NFT, в криптовалюту. Потом поняла, что нет, фэшн это мое, надо возвращаться. Углубилась больше в 3D. Начала изучать как раз таки программу. Изучила Кло, изучила DAS 3D для создания 3D моделей. И на протяжении года более стабильно работала именно в этой нише. Спасибо большое. Ну мы немножечко вернемся, не все рассказали о себе, вернемся немножечко к вопросам. Здесь дальше идет повестка цифровой идентичности. И у меня есть небольшая сноска. Многие исследования определяют идентичность основой, причиной всех цифровых товаров. 70% респондентов назвали выражение своей личности основной причиной приобретения цифровых модных вещей. Но я думаю, что все понимают, о чем идет речь. То есть понятно, что идентичность это причина, по которой мы все покупаем физическую одежду. Что же по сути происходит с цифровой? И об этом как раз хотел спросить Марью. Алеш, мне кажется, что здесь не только идентичность, но еще принадлежность к какой-то группе. Потому что когда появилась первая цифровая одежда, и по-моему Трабун показал, да, пошел по всем пабликам в своей цифровой одежде, и сказали, боже мой, как он крут. Я тоже хочу принадлежать этому новому тренду и выглядеть круто. Не в плане даже круто выглядеть на фотографии, да, а то, что я понимаю, разбираюсь в этом, что я открываю миру что-то новое. И вот эта вот принадлежность к новаторам, да, она как раз вот об этом, мне кажется. Да, 100% согласен. Я думаю, что еще Виктория, есть что сказать здесь. Да, я как раз вспомнила, что первый цифровой лук в России, который был продан, как раз тоже делала Регина. Сегодня много про нее говорим. Про цифровую идентичность я тоже согласна, что это про принадлежность комьюнити, про самовыражение. И еще что классно, опять же, в цифровой моде, в веб-3 пространстве, это то, что ты можешь быть там максимально многогранным. То есть ты можешь себя не ограничивать. И сегодня быть панком, завтра королевой или, не знаю, королем. Ну, в общем, все ограничивается только вашей фантазией, если мы говорим именно про цифровую моду. Ну и также, в принципе, то же самое касается разной принадлежности комьюнити. То есть это может быть цифровая мода, это может быть какие-то определенные, не знаю, NFT-коллекции. И надо сказать, что NFT-коллекции, которые еще смогли как-то выжить на этом рынке, это все уже какие-то большие бренды, по сути. То есть они уже работают со своими IP. Ну, то есть они продают свой бренд, они создают физические коллекции одежды. Классный пример. Мне очень нравится. Это The Guards. Есть такая NFT-коллекция. Блин, они реально очень крутые делают линейки мерча. И мне кажется, что они уже на этом зарабатывают больше, чем на цифровой моде. Не удивлюсь, если это так. Вот. Так что, да, можно говорить о цифровой идентичности, как о принадлежности вот к каким-то определенным коллекциям. И да, мне еще нравится то, что в цифровой идентичности, то, что ты можешь ее, ну, можно сказать, менять. Ну, или, скорее всего, это все про тебя. Но поскольку ты многогранный, то ты можешь быть, вот, да, можешь заявлять о себе разном в этом виртуальном мире. И можно и в реальном с помощью ПИЛС. Я тут сижу, думаю про цифровую идентичности. Мне кажется, что если реально развивать эту тему, надо, мне кажется, сейчас психолога сюда звать. И профессора философии вообще по-хорошему. Потому что мне кажется, что в мире, в котором мы живем, да, есть огромное количество социальных правил. И мы вынуждены соблюдать огромное количество социальных конструктов, да, ну, чтобы это все гладко происходило. И необходимость вот этого какого-то самовыражения, ну, в цифре она реально помогает. Не знаю, я вот люблю видеоигры, у меня много друзей любят видеоигры. Ну, я так в реальной жизни, конечно, никогда никого убивать не пойду, а там мы в стрелялку можем поиграть, там, банду в GTA сделать. И мне кажется это, и, кстати, у меня нет проблем с психикой, я не хожу к психотерапевту, да, я там выплескиваю себя там. И мне кажется, что вот вопрос цифровой идентичности, ну, если это все нормально подавать, да, не в контексте, там, что ты там играешь в свои эти игры, что ты там покупаешь в свои NFT, да, какая там у тебя цифровая мода, да. Если культивировать осознанное отношение к своему цифровому профилю, мне кажется, даже, ну, может избавлять от каких-то, ну, проблем ментальных, ну, я так полагаю. Очень интересная тема на самом деле, да. И цифровую идентичность, ну, не получишь прямого хейта в свою физическую оболочку, вот что я хочу сказать. Это тоже, мне кажется, важно. Да, спасибо, Борис. Следующая тема, о которой я хотел поговорить, это то, как цифровая мода влияет на реальную моду и как реальная мода влияет на цифровую. Виктория, что думаешь на этот счет? Да, ну, как меняется реальная мода через проникновение в виртуальное пространство. Давайте начнем, ну, давайте будем откровенны. Начнем с того, что даже сегодня вот мы несколько раз услышали слово деньги. Вот, и давайте будем откровенны, многие бренды заходят в виртуальное пространство, в цифровую моду, как очередное измерение, да, такое виртуальное в этот раз, для того, чтобы больше зарабатывать. Мы уже услышали, как Роблокс грабит маленьких детишек, 70% отчисляя себе. Вот, но на самом деле, чем все-таки хороша эта индустрия, тем, что, ну, при желании у каждого есть возможность зарабатывать. Да, пусть тебе Роблокс там 30% выплатит, но будучи ребенком, я, правда, не знаю, как там, а, ну да, они же в Роблоксы выводят, да, деньги. Я извиняюсь, я не могу не… Можно в реальные деньги вывезти? Можно, можно, я не могу не вклиниться. Ладно, Роблоксы там они забирают, в Майнкрафте дети реально копают шахты. Да, там надо добывать алмазы, на которые это, ну, крафтятся классные шмотки, и там был же был скандал, читал, что открыли это, ну, клубы, и дети приходили, а там, ну, я играл, там реально шахту копать надо, кроме что так сидишь, и мышка, и ты, конечно, там по 4 часа ищешь один алмаз, ну, ну, тебя не завалит, но это реально жесть копать цифровую шахту, так что, ну, бывает и такое. Да, дальше, ну, вот мы упомянули первый, мне кажется, основной аргумент в пользу виртуального пространства, это возможность дополнительного заработка. Второе, мне кажется, важное, это скорость. Это отличный инструмент для того, чтобы тестировать какие-то гипотезы, проверять там какие-то новые тренды. Не зря сейчас лидируют те бренды, которые на ты с диджиталом, всякие там шейны, и, ну, кстати, Zara тоже, мне кажется, классный пример, потому что они очень активно зашли тоже в диджитал, делали миллион проектов там уже с игровыми мирами, мы постоянно видим их клевые 3D рекламные кампании, они, ну, в общем, да, в общем, это просто must-have для того, чтобы быстро тестировать какие-то гипотезы, ну, и быть, соответственно, в тренде. Дальше, ну, в общем-то, новая аудитория, это третья причина, она в целом очевидная, но мы понимаем, что будущее за вот тем как раз поколением, которое копает шахты в цифровом мире, поэтому сейчас бренды делают все возможное, чтобы выйти на это подрастающее поколение, стать для этих молодых людей чем-то привлекательным, тем, на что они будут в будущем тратить уже свои деньги, когда вырастут уже реальные деньги, и, возможно, когда это случится, ну, может быть, даже большую часть этих денег они все еще будут тратить на цифровые товары этих брендов, вот, поэтому выход на новую молодую аудиторию. Ну, дальше, как меняется мода реальная, да, опять же, она может становиться более креативной за счет того, что вот как раз тоже выходит в этот прекрасный цифровой мир, где нет никаких границ, то, о чем мы уже сегодня поговорили. Ну, в общем, наверное, еще есть много аргументов, вот, наверное, это основные. Супер, спасибо. А, можно еще один вспомнила? На самом деле, есть еще один прикольный аргумент, важный для вот этого тоже, в том числе, молодого поколения, подрастающего, ну, и там для многих из нас, это экологичность. То, что создается, ну, в общем, вы все тоже понимаете, что многие там сейчас вот эта вся быстрая мода, покупают шмотки, чтобы сделать один лук и потом выбросить их. Я думаю, что в России, может быть, это еще не так актуально, но в западных странах это норма. К сожалению, потом мы понимаем, что это огромные там отходы, выбросы, углеродный след и так далее. И, в общем-то, мне кажется, что AR и в целом цифровая мода – это суперкрутая возможность для того, чтобы вот как раз меньше нагружать экологию. Потому что, да, надо сказать, что не то, чтобы цифровая мода была такая прямо, не имела… Ну, в общем, есть еще такое понятие, как цифровой след. То есть то, что требует, например, цифровая мода, естественно, тоже потребляет электроэнергию. Мы пользуемся компьютерами для того, чтобы создать эти цифровые коллекции и так далее. Но это не сравнится с тем углеродным следом, который оставляет реальная физическая мода. Мне кажется, это крутой аргумент в пользу цифровой моды. Мне кажется, ты прям как по учебнику сейчас идеальный ответ просто. Спасибо большое. Дальше хочу поговорить немножко про создание цифровых коллекций, про то… Ну, в общем, о том, как создать цифровую коллекцию так, чтобы она была не просто выброшена в воздух, например, не просто где-то осветили, она осталась там на вашем компьютере, красивые рендеры или просто выложена одна фотография или несколько серий фотографий в социальную сеть, а как сделать так, чтобы эта коллекция была актуальной. И я хочу задать этот вопрос Светлане, потому что у вас уже есть опыт большой выпуска коллекции. И я знаю, что вы сделали… Вы уже сказали, что у вас появился отдельный раздел на сайте, но также вы и в запрещенной сети сделали, я знаю, отдельную прям страницу с направлением диджитал. И как, в общем, уже сказал по поводу того, какие вы спрашивали, по поводу того, какие вы цели ставили при создании коллекции. Какие сейчас вы можете выделить пункты дизайнерам, которые хотят создать коллекцию, что вот делать, чтобы она была актуальной на рынке, чтобы она возможно… Ну, понятно, что актуальность очень сильно сопровождается с продажами. Как сделать так, чтобы она была актуальной и зашла аудитории? Очень глубокий вопрос. На самом деле, он очень сложный, потому что он состоит из многих частей. На самом деле, сама постановка вопроса, как сделать диджитал коллекцию, чтобы она была актуальной, здесь уже скрыт ответ. Потому что, ну, как бы диджитал – это сам по себе актуальный тренд. И на самом деле, создавая диджитал коллекцию, вы уже в нем. Потом, как ответить на вопрос, чтобы эта коллекция не стала пшиком? Но здесь уже вопрос, мне кажется, к самому дизайну. Вот не помню, кто из спикеров сказал, что в диджитал фэшн больше идут люди, которые занимаются диджиталом, чем фэшном. На самом деле, здесь тоже есть вот это вот зерно, потому что все-таки, мне кажется, создавая… Если мы говорим прямо о цифровой моде, как о моде, все-таки здесь должен быть именно подход дизайнера и подход дизайнера к созданию этих коллекций. То есть мы должны мыслить категориями ДНК бренда, категориями отражения этого ДНК в каждой коллекции, в каждой вещи, как это проявляется, как это последовательно выстраивается. То есть если говорить о бренде Ахмадулина, то там, безусловно, цифровые коллекции, они связаны с коллекциями физическими. И это прослеживается и на уровне структуры капсул, дропов цифровых, которые мы выпускаем, и на уровне силуэтов, и на уровне цветовой гаммы. С другой стороны, диджитал капсулы, они отличаются сильно от того, что бренд делает в физической реальности. И в цифровом мире, безусловно, дизайн-команда позволяет себе гораздо больше, чем она может позволить себе в реальном мире. Потому что это тоже возможность для дизайнеров проявить свою креативность в полной мере, не будучи связанными коммерческим отделом, пожеланиями розницы. Вот это вот, что у нас тут в нашей коллекции должно быть столько-то процентов вот этого, столько-то процентов этого, верхи, низы, сбалансированная капсула. Ну то есть в диджитал коллекции все-таки это по-другому работает. И здесь дизайн выступает на первое место. Не знаю, ответил ли я на вопрос. Я думаю, что вполне. Я, кстати, знаю ответ на вопрос, почему в цифровую моду идут больше дизайнеры, чем люди из моды. У меня как раз такой бэкграунд. Я начал заниматься цифровой модой. У меня не было абсолютно никаких знаний. Ни в конструировании, ни в общем никаких знаний. Я просто открыл 3D-программу, перетащил туда лекала, которая обрисовал по фотографии с интернета. Я подумал, блин, как просто и круто. И начал заниматься, сделал первую коллекцию. Ее, кстати, тоже взяли на DressX. То есть у меня уже, по сути, была цифровая коллекция. Потом мне друг, знакомый, предложил поработать у него на швейном производстве. Я пришел и столкнулся с реальными лекалами. Я понял, что если бы бэкграунд строился наоборот, я бы, наверное, никогда не стал заниматься цифровой модой, потому что я подумал бы, какой это безумный просто труд. Насколько это сложно. И, ну, в общем, я думаю, что вы меня поняли. Дальше хочется поговорить про вообще технологии, которые есть на рынке. То есть мы уже упомянули. NFT, наверное, NFT даже немножечко раскрыли. Не поговорили пока что про метавселенные, про искусственный интеллект только затронули. Про AR-технологии, дополненную реальность VR. И как раз сейчас хочу раскрыть эту тему. И, Велина, что думаешь по этому поводу? Что нам вообще дают эти технологии? Как они связаны с модой? И, возможно, какие-то проекты, которые у тебя тоже были? К сожалению, метавселенных у меня пока что не было проектов. Но у меня есть некое мнение на этот счет. Ну, в целом, сама... Что захватывающее в метавселенных? На мой взгляд, в первую очередь, это как раз путешествие в разные мира, создание каких-то своих миров сумасшедших, которые невозможно сделать в реальном мире с помощью каких-то реальных ресурсов. Это посещение, опять же, виртуальных выставок, музыкальных концертов, звезд, которые ты бы никогда не посетил. Ну, скорее всего, да, сидя тут, в России. Также это проведение фэшн-показов, участие в них. И просто можно пойти посмотреть на фэшн-показы с любой точки мира, что тоже очень захватывает на самом деле. Это очень хорошая возможность для проведения различных лекций, образовательных классов, создания онлайн-лекций. Хорошая возможность для торговли, то есть можно создать свой виртуальный магазин и продавать там свои услуги, товары. Что касается AR и VR, хороший пример ZeroTen можно привести. это виртуальная примерка одежды. Недавно, кстати, ребята, мое платье тоже утвердили. Так что его тоже сейчас можно померить приложением. Что еще можно подметить? Ну, в целом, наверное, это основной. И очень, кстати, очень классный тренд. Вот он в 2002 был очень активен, до сих пор продолжается. В Инстаграме это очень хорошая возможность именно AR дополнить свой контент чем-то новым и очень захватывающим. И, кстати, рилсы с таким контентом до сих пор, мне кажется, набирают хорошие охваты в целом. Да, сто процентов. Передам слово Борису сейчас. Давайте посмотрим ролик, который шов называется. Можно включить этот тизер. Это все может очень хорошо дополнить, потому что мы в рамках второго простора работали, делали диджитал-надстройку для некоторых локальных брендов. И в ДНК одного бренда было заложено много искусства, которое производилось в России в первой половине 20 века. И надо быть, скажем так, довольно искушенным, чтобы заметить это в вещах. И вот как цифровая мода может, а там тоже звук, кстати, должен быть, ну, раскрыть ДНК. Субтитры делал DimaTorzok 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 Все, можно включать. Это вообще нам нельзя было это показывать. Это превью, это эксклюзивно. А здесь, то есть в этом видео уже заложили заранее саму идею, как развиваться все это будет. Вот эти штуки вокруг головы. Это все мы выполним в качестве масок в снапчате. Мы бы и в Zero могли сделать, но мы тоже с ними работаем. Ну, там тоже надо договариваться. Поэтому AR, если просто вот то, что вначале мы показали наш проект с BeFree, там в самом проекте входила еще история, что вот эти луки, их оцифровывали и тоже переносили в снэп, и у них открылся магазин новый, этот большой в авиапарке, и там ставили этот экран как раз с виртуальной примеркой. И, ну, чтобы прямо полностью лук переносить, ну, ты подходить и смотреться в зеркало, да, это значит, что я поищу, значит, я существую. Значит, эти вещи есть. Но по факту, как бы, ну, более-менее, ну, то есть это выглядит не идеально. У Zero 10 это выглядит тоже очень круто, но тоже не идеально. А вот всякие такие, как AR штуки, как вот, ну, например, вот эти объекты, это прикольно. Это такой классный фан, который может, ну, дополнить сам лук. И это вот та фиджитальность, наверное, ну, которая актуальна на рынке сейчас. Забыли про фиджитальность сказать среди трендов. То, что артефакт делает. Вот. Это я дополняю ответ на вопрос, который ты задал. Вообще, на самом деле, все можем поговорить еще про технологии, про AR, VR. То есть, ту, хочу услышать мнение всех. Да, ну, можно бесконечно про это разговаривать, конечно. Про AR много было примеров. Да, сразу вспоминается, то, что уже упоминали Zero 10, ну, помимо там DressX и так далее. Ну, в целом, AR все помнят из фильтров в Инстаграме, банально, да. То есть, кажется, что эпоха уже тоже вот этих фильтров где-то в прошлом, но на самом деле нет. По-прежнему многие там используют их и так далее. Вот. Соответственно, в диджитал моде вот были организованы такие платформы, как DressX и Zero 10, и я думаю, что еще много других, но эти вот такие прямо яркие лидеры. Вот. Соответственно, с Zero 10 постоянно сейчас… Ну, в общем, они молодцы. Гоша, он еще, если вдруг кто-то не знает, он еще основатель бренда Zik & Yoni. И, соответственно, мне кажется, это невероятный успех. Человек создал популярный бренд стритвирный в России и потом сделал международный популярный проект в области цифровой моды. Сейчас они коллаборируются с крупными международными брендами активно. Чем отличаются платформы DressX от Zero 10? Ну, я прям всех деталей не знаю, но знаю, что в DressX, скажем так, больше порог входа, то есть туда сложнее попасть. В Zero 10 они сделали, мне кажется, достаточно такие лояльные условия для, в том числе, начинающих дизайнеров. Вот. Поэтому, если кто-то серьезно хочет заниматься цифровой модой, то, мне кажется, они могут при определенных усилиях попасть легко на эту платформу и продаваться. Что касается их проектов с международными брендами, то они активно развивают эту, мне кажется, уже своего рода франшизу с ER-зеркалами, которые тоже они делали у себя здесь в торговом центре Metropolis. Metropolis в Zikon Yoni как раз. Может быть, кто-то из вас туда ездил, фоткался. Я ходила туда специально, тоже пробовала, тестировала. Согласна, что да, не идеально, но мне вот, не знаю, мне прям все это очень нравится. Я всегда в восторге от таких штук. И мне кажется, вообще любая инициатива, это прекрасно. То есть здорово, да, не идеально, но клево. Вот. И потом они вышли, да, уже на международный уровень и сделали это, например, брендом Coach. Многие, наверное, видели тоже этот кейс. Супер, слушайте. Ну, для меня, например, Coach не самый такой прям молодежный бренд, но мне кажется, через такие клевые активации они как раз привлекают новую молодую аудиторию. Там толпы стоят сейчас перед их магазинами и примеряют вот эти цифровые луки. Так что да, здесь молодцы. Я всегда топлю за все эти технологии, и в частности AR. Про метавселенные, ну, вот вспоминаем мем, да, кажется, опять же, по моим, по крайней мере, вот ощущениям, что да, чуть-чуть уже где-то что-то вот как будто тонет. На самом деле там, мне кажется, становится чуть-чуть меньше денег в индустрии. Вот мы видели на наших глазах, одна из каких-то крупных метавселенных закрылась, не помню название, альтспейс, да, вот. Кстати, по-моему, российского происхождения тоже фаундеры. Ну, в общем, кто-то закрывается, кто-то перерождается. Цукерберг несчастный там борется все, дерется там за свою эту метавселенную. Эх, вот, не знаю. Вклинюсь, да, но на самом деле это нормальный процесс для рынка. Есть интересная история, мало кто помнит. В 90-е был браузер, назывался, или в нулевые, я уже не помню, так давно все было. Не-не, нет, Netscape Navigator был такой, да. И Netscape Navigator двигал концепцию, что облачных сервисов, то есть это когда этого вообще не было, он говорил, что тонкий клиент, что у вас будет слабый компьютер, мощная выделенная линия интернета. И, короче, они говорили, что харды будут не нужны. Это было в те времена, когда харды начинались от 256 мегабайт. Это реально была проблема. И Netscape Navigator, это был конкурент оперы, эксплореров, всех-всех-всех. И они единственные, кто говорили, что память будет, все будет лежать в облаке, а на хардах вообще плевать, сколько он, потому что там ничего не будет, и они обанкротились и закрылись. Какая ирония, да, потому что сейчас все лежит в облаке у всех. И то, что, ну, там метаверсы заходят, закрываются, ну, это тоже… Всему свое время. Да, всему свое время на самом деле, потому что, ну, правда, это выглядит так и доступность. Например, тот же Decentraland, ну, блин, доступ на платформу, токос, ПК, причем ПК должен быть такой, жать, ну, там, от 100 тысяч. Игровой, да. Вообще 85% трафика мобильный, и начнем с того, что если твоя площадка, она не идет на мобильном устройстве в эпоху 85% мобильного трафика, в принципе, это абсурд, кто вообще дал на это денег. Ну, то есть, будучи инвестором, ну, ты, получается, что, заходишь на 15% трафика и инвестируешь миллионы долларов в это? Ну, то есть, я в это даже поверить не могу. Поэтому там всему свое время, ну, так что, мне кажется, они еще и не одна метавселенная, так называемая, закроются. Да. Ну, и, в общем-то, XR, Mixed Reality, то, что сейчас станет, наверное, массовым, благодаря прекрасной компании Apple, опять же, ну, мне кажется, очень круто, что, да, на наших глазах вершится история. Если уже туда зашли Apple, то, ребята, все, мне кажется, все там мы будем. Вот. Да, пока это все очень дорого. Сколько там? Три с половиной тысячи долларов стоит, не для каждого. Но уверена, что потом выкатят какие-то более доступные версии и так далее. Вот. Поэтому, да, за XR будущее. Оно уже, в общем, мне кажется, это уже не будущее, это уже настоящее. Так что, кстати, для тех, кто разбирается или хочет в этом разобраться, на днях Apple выкатил SDK для вот этих очков Vision Pro. Это Software Development Kit, который, соответственно, позволяет уже сейчас разрабатывать программы, приложухи под вот эти очки. Так что, друзья, кто хочет опередить тренд, самое время проверить, что они там выкатили. А я хочу поднять тему тоже одного направления. Я все про реальную одежду. Почему до сих пор нет цифровых примерочных? Вот это вот интересный момент. Хотя уже есть компании, которые сделали что-то похожее на цифровые примерочные, вкладываются, ну, миллионы долларов в это направление. Даже компания Клоу инвестировала не так давно в такой стартап. Уже можно создать своего аватара по меркам, по фотографиям, получить и уже примерять цифровую, ну, реально цифровую одежду. Для примерочных на сайте или прямо в магазинах? На примерочных на сайте, чтобы на платформе можно было на себя померить. Я хочу вот эту тему поднять, что все пытаются вылезти, платформы, разработчики пытаются это сделать. Вот небезызвестный наш стартап TXL, да, тоже сделал там примерку на фото одежды. Вот. И помимо технических сложностей с тем, что нужно иметь сканы клиента, да, есть еще сложности психологические восприятия себя. Вот. И тоже интересная тема, что мы будем примерять, наверное, одежду, тоже в смешанной реальности, но не на свое, скорее всего, тело, потому что психологическое восприятие своего тела. Я работаю со сканами реальных людей и заставляю даже студентов снимать свои сканы, чтобы мерить на себя и понимать, как одежда себя ведет, на них реальных и на них виртуальных, потому что это очень интересное сравнение. Я вижу, как люди смотрят на свое тело виртуальности, когда оно точно сосканировано. И у них просто вот такое, что это не я, я не хочу дальше ничего. Началось это тогда, когда я еще в далекие годы, там, в 13-м, в 15-м брала заказчиков и снимала вот такие сканы по фото. И когда я показывала человеку, что получилось, заказчик чаще всего слетал. Он говорил, что, подождите, подождите, давайте сейчас не будем делать. Давайте я похудею, и через два месяца я к вам приду. Слушайте, а спина не моя получилась. У меня точно не такая спина. И талия такая тоже нет. Ну, что-то у вас не так с технологиями. Вот, поэтому я думаю, что мы будем примерять одежду в смешанной реальности и в итоге на какие-то свои адаптированные фигуры, которые уже там вытянуты, я не знаю, там как-то преобразованы. На них уже сделан трехмерный фотошоп. Вот, и это тоже интересное направление. И вкладывать нужно не в реалистичную примерку, а в стилистические решения, мне кажется. Ну, кстати, как инсайд, когда мы делали виртуальную примерку для BeFree, что изначально это должно было быть как инклюзивно, плюс сайз, а в итоге все посадили по узкой фигуре, потому что людям не понравилось, что ты полнила одежда. Ну, это нормально. Такие небольшие двойные стандартики как бы свойственны человекам вообще в целом. Но вообще, ну, практикуют же примерку в магазине VK у нас в Питере точно есть на этом, в доме Зингера, у них там есть это пример. Но она такая, это же пока… Просто в чем прикол? Технология для виртуальной примерки, ну, адекватная, есть у Zero. Они ее всем не дают, их примерка лучше. Вся остальная технология это Snapchat. Она такая, то есть там… Привязка к костям, нереальная симуляция. Ну, нет, ну там с весами какой-то замес, что у них есть веса именно отдельных частей, потому что… и поэтому оно довольно… и плюс у них запекаются как-то… По-моему, больше веса идет на запечку там света у Zero. Поэтому они более объемно выглядят. Ну, короче, они не дают свою технологию, это нормально, потому что они ее написали. А у Snap'а технология, ну, так, ну, потопорнее и что-то Snap до сих пор не шевелится. Ну, может они просто больше, я не знаю. Ну, в общем, вот мы имеем ситуацию, что два… Получается две прошивки на рынке, никто просто так делиться не будет, потому что если бы они начали, ну, может быть, это все пускать, то технология бы шагнула. Может, она и шагнется в ближайшие пять лет. Короче, топорно это пока выглядит. Ну, короче, вещи нужно создавать под технологией, потому что там делать примерку брюк, например, в Snap'а, если дороже, это будет так крипово. А юбочки очень ничего, если привязать там к талию. Я могу бюджет реальный сказать, что за один комплект, ну, то есть, один комплект адаптировать под Snap, это стоит в рублях, ну, сколько, тысяч 40, наверное, если это суперсложно. То есть, короче, один комплект уже готовый, ну, там, клоу нормально сделанный, перевести его в Snap'а, это от сложности от 10 до 40 тысяч рублей. Ну, потому что это еще и ретопология, помимо всего прочего. Ну, да, да. Не только привязка правильных весов, но еще и ретопология сумасшедшая. которая не делается. Поэтому, ну, и получается, что пошить костюм из футера, там, да, себе там, там, сколько там, ну, две тысячи, и еще 20 тысяч убить на его адаптацию, ну, то тупо невыгодно получается. А его, ну, на каждый костюм отдельно надо делать. Ну, это же еще не реалистичная примерка. Мы же понимаем, что это просто картинка натянутая, да? Человек не поймет о посадке вещи. Зато стройнит. Можно так делать, мы проверили. Так, Алексей? Есть классное решение, на самом деле. Мы немножко позже будем говорить про искусственный интеллект, но не помню, какой-то marketplace внедрил в себя такую штуку. Они сделали, в общем, они сделали огромную, фотографии огромного количества моделей, по-моему, там, около 30 или какого-то такого количества человек. И теперь, когда ты заходишь и ты выбираешь вещи, ты можешь посмотреть не на одной модели, а на многих моделях. То есть, и ты можешь ассоциировать себя с какой-то моделью. То есть, у тебя там определенный цвет кожи, определенная внешность, определенная фигура. Ты находишь такую же модель и смотришь, как эта вещь будет смотреться на этой же модели. Это немножко про психологию. Классное решение. Я хочу перейти к вопросу. У нас, на самом деле, не так много времени осталось про игровую индустрию, про то, как цифровая мода связана с игровой индустрией и как мы вообще видим будущее дизайна и конкретно российских дизайнеров на этом рынке и вообще российских стартапов и как это все будет развиваться. Слово передаю Борису, потому что он уже начал про Roblox, про дочь, которая в этом разбирается. Я все думал, с каким выражением лица я скажу грустная для российской игровой индустрии. Какой у них сейчас путь туда? Никакой. Просто, ну, в принципе, игровая индустрия в России, ну, это не самая сильная наша индустрия, ну, будем честными. Все играбельные проекты, ну, не российские, даже Миртанков не российские, насколько я знаю, там одежда. По-моему, белорусские. Да, Миртанков, да. И там одежды, кстати, не только если чехол от танка. Вот. Поэтому, ну, я на самом деле не исключаю позитивного развития ситуации. Да, ну, геймификация явно тренд. Я считаю, вообще правительство должно взяться за Roblox, потому что 70% комиссии, мне кажется, это перебор. Ну, реально, ну, это вообще ненормально, я считаю. И то, что, ну, люди будут покупать эти вещи, это факт. Будет ли российская игровая индустрия иметь свой продукт, достойный Roblox, это вопрос, ну, который сейчас остается открытым. Подходит ли уровень российских, ну, тех, кто… Я хочу сказать, что на самом деле мы же учим ребят, и я вообще смотрю на рынок. Очень много талантливых российских геймреди, ну, игровых, как это сказать, игровых дизайнеров, ну, 3D-моделинг, специалистов по полигональному моделированию. И вообще, ну, как бы, ну, куча талантливых ребят. Просто нужно сейчас, чтобы, ну, для них образовалось, как бы свой какой-то продукт образовался, потому что зайти сейчас, особенно там с российскими реквизитами, там в те же, ну, истории, где есть деньги, это очень проблематично. Ну, и плюс, как заходить, например, ну, куда, в Fortnite, как, против кого? Против Balenciaga заходить, которая там стоит полторы тысячи рублей. Реальная Balenciaga, реальная официальная, реально в Fortnite стоит полторы тысячи рублей за лук. Я купил, кстати. Еще классный прикол про фиджитальность. Это уникальный случай, когда вещь из реального мира за счет своей, ну, неадекватности попала в цифру. Balenciaga сначала выпустили эти рыцарские доспехи на штаны в реальной жизни и потом их перенесли, ну, это в digital. Забыл сказать, когда про фиджитальность разговаривали. Дочка заценила твой лук? Ну, там два, там рыцарь и собака с лицом мопса в триплэсах. Я говорю, ну, зашкварный, говорю, триплэс, она такая, зато собачка, да. Но все школьники завидуют, говорят, что мамка денег дала, типа, теперь хластаешься. Вот, поэтому, ну, печальный ответ на вопрос, как бы, ну, если появится площадка, то будет, как бы, место в индустрии. Заходить туда, это сейчас проблематично и точно невыгодно. Заходить ради личного бренда, но туда, чтобы засветиться, окей, может быть, но это придется танцы с бубнами сделать, потому что у нас, например, на всех сейчас курсах, ну, что в нашей школе чему учат, у нас первые, там, три урока, два, это как обходить блокировки и прочее, да, к сожалению, ну, такие реалии сейчас. Но запретный плод всегда сладок, и я хочу сказать, что так сильно мы не изучали иностранные платформы, как за последние два месяца, такого не было никогда. Вот. Поэтому, может быть, в противовес моим словам, что я вот такой говорю, что там платформы нет, там капитализации нет, сейчас представляешь, вот возьмут и назло сделают свой роблокс, да, через, через три месяца, да. Борис, а вот вопрос, как же монетизировать себя именно цифровому дизайнеру, потому что я тоже работаю, обучаю, но я больше реальных дизайнеров обучаю, и все спрашивают, а как же все-таки только в цифре зарабатывать, и кроме как коллаборации с брендами, наверное, ничего? Ну, делать заказы, делать заказы, ну, то есть в данный момент, вот я, ну, на опыте, там, передового присутствия цифровой моде, то есть мы зарабатываем, мы делаем аватаров, мы оцифровываем одежду, мы делаем геймреди одежду, ну, мы курируем нескольких аватаров крупных брендов, кого сказать не можем, из-за индии, там, одежду для них делаем, вот, может, с Pumay, кстати, тоже поработаем еще, я надеюсь, вот, и, ну, причем заказы все равно приходят в студию, а студия, как бы, ну, имеет какой-то социальный капитал за счет огромного количества работы, причем по разным фронтам, ну, не только вообще по digital fashion, поэтому, будучи единичным дизайнером, ну, это фриланс, ну, либо попасть в студию, в коих стране сейчас единицы, кто занимается цифровой модой, включая нашу, да, либо как делать там свой личный бренд, чтобы приходили, ну, за своим видением, то есть, кто вот, вот, я знаю, Аня Криамонс, никнейм, она, кстати, у вас училась. Вот она, кстати, монетизировала свой, да, она у меня училась, и мы потом сделали совместно, опять же, в коллаборации с учениками, другими, ее первое шоу на Mercedes-Benz, цифровое. Она говорила, что у нее там, ну, до февраля были заказы довольно крупных, ну, брендов там, ну, не тяжелый люкс, но такой выше среднего. Она, кстати, говорит, легенды ходят о том, насколько хардкорные и хорошие, ну, в плане сложности материала, курсы ваши. Вот, и Аня вообще крутая, она в наших соревнованиях всегда там в первой тройке мест присутствует, и, ну, тоже ситуация поменялась, то есть проблема-то в чем, что помимо, ну, и так то, что это сложное, ну, не совсем понятная индустрия, и плюс эти все мировые движения, что все меняется постоянно, и то есть то, что мы сейчас имеем, то, что год назад имели, то, что мы еще год назад имели, это все разные, ну, рынки и ситуации абсолютно. Поэтому прямо сейчас, как можно заработать, ну, это, наверное, не про геймификацию, а скорее про мультидисциплинарную ценность, как бы, своего контента, который ты делаешь, потому что, ну, цифровая мода, это эффектно, это тоже может быть сделано, вот как, есть такой термин, kitbashing, да, это когда в геймдеве окружение делают, за счет пресетов, там, города, тачки всякие строят, фон, то, ну, грубо говоря, это пресеты, если очень сильно примитивизировать, по факту, можно взять пресетов, там, всяких там пиджаков классных, там, креативно это все порезать, ну, то есть не нужно быть конструктором, да, чтобы создать вау-эффект, потому что ты теперь не просто 3D-дизайнер, а 3D-дизайнер, а и художник, и цифровой модельер, да, ну, как бы звучит богаче, и это тоже работает, вот. Ну, то есть все равно нужно специализацию какую-то, если специализация есть более узкая, либо раскрученная соцсети, либо узкая специализация. Ну, личный бренд вообще решает, личный бренд, социальный капитал, это вообще единственное спасение, ну, в мире корпораций, то есть вообще, ну, то есть мы, вся щелочь существует за счет, ну, казалось бы, мы сделали школу в мире, где есть там, там, Бэнк Бэнк, Британка, Вышка, Fashion Factory, мы очень хорошо себя чувствуем, потому что, ну, у нас есть личный бренд, потому что мы понимаем свое позиционирование, свою суть, тон оф войс, свой понимаем. Вот это как раз, кстати, мысли из дизайна, ну, мысли о брендинге, о самопозиционировании. Ну, это, кстати, круто, что вообще эпоха позволяет так делать, ну, что можно существовать рядом с, ну, с IT-гигантами, хотя казалось бы. Ну, я-то вообще одна существую со своей школой, потому что, да. с таким навыком вообще. Не, ну, у вас, я думаю, тут уникальный случай, просто хардскилла, какого-то совершенно сумасшедшего, годами нажитого, это всегда работало, на самом деле. раз уже начали, расскажите, будет такой вопрос, где учиться цифровому дизайнеру, где получаете знания, и немножко уже перейдем к месту цифрового дизайнера на рынке моды и цифровой моды. Ну, конечно, смотрите на работы и на соцсети, вот у Бориса мощные очень работы, и он постит это, это наблюдает вся страна за его работами, и я думаю, что когда видны работы и видна коммуникация, именно преподавателя, да, что он делает, как его ученики продвигаются, это лучшая реклама, правильно же? Понятно, у кого учиться, у нас, друзья, учитесь. Леша, скажешь, потому что я уже много говорю, но я сам не по хардскилу, я скорее по соцскилу, я скорее продюсер, ну, проекта нашего, чем мы занимаемся, но, ну, я не знаю, я очень уважаю, как бы, во-первых, то место, где мы тут сейчас находимся, да, вышка тоже что-то, у них есть какие-то хорошие инициативы, вот, но вообще, мне кажется, вот у учителя, у преподавателя, у наставника, у ментора, дизайн вообще, как таковой, да, ну, вот если мы говорим не про хардскил, да, например, про искусство, как это, конструирование вещей, да, дизайн это довольно прикладная история, да, и можно бесконечное количество книжек читать, там, всю базу, да, и ничего не уметь, и, как говорят, надо идти в студию и смотреть, как кто-то работает, поэтому возможно, что как раз таки малые образовательные учреждения, да, они как бы, я, ну, не против ни в коем случае высшего образования, но они могут очень хорошо дополнить вот эту какую-то базу, да, да, ну, передать чувство стиля и вот какого-то личного бренда в моменте, поэтому я даже не столько про нашу школу, сколько как вообще, советую присмотреться к локальным вещам, чтобы вот какую-то уникальность увидеть, ну, а так, конечно же, еще лучше. Ну и, кстати, британка в этом плане, она же собирает, и мы там работаем, да, и она собирает вот такие вот вещи, то есть вот учебные заведения, которые на пульсе времени. Не, британка, круто, вот, британка, щелочь, теперь друзья, приходите учиться и в щелочь, в британку, классно же. Кстати, про Zero 10, у нас есть курс по, это, дополненное, ну, про ААР одежды, и у нас он супертяжелый, и там закончила треть учеников, хотя это очень высокий комплектрейт, я считаю, и, пятерых наших учеников тоже опубликовали на Zero 10, и это повод для гордости на самом деле. Вот. Мы на самом деле еще сделали классный проект вот этот с ВК, и он подарил нам такой некий хаб сейчас, то есть те, кто хотят увидеть, ничего не продаю, те, кто хотят увидеть и понять, что такое цифровая мода, и как это вообще работает, какие там есть направления, потому что мы сейчас за дискуссию, конечно, все не расскажем. Мы сделали такой open call, куда я звал абсолютно, ну, то есть не всех, конечно, но многих интересных ребят из индустрии. В ВК это называется проект простор, и там отдельная группа цифровая мода, и там собрано огромное количество бесплатных лекций, то есть если просто вам интересно, можете зайти и все это посмотреть. Я думаю, что посмотреть эти все лекции, как бы все станет понятно о рынке, кто там присутствует, как себя позиционировать, какое место дизайнера и прочее. мы на самом деле коснулись большинства вопросов, я единственное хочу, чтобы мы подняли такую тему искусственного интеллекта, потому что это сейчас, наверное, самая популярная тема, и если кто-то что-то хочет сказать, кто успел уже поработать с какими-то программами, может быть, у кого-то были какие-то кейсы внедрения искусственного интеллекта, прошу. Да, могу поделиться, не реклама. У меня не то, чтобы прямо, собственно, вот я не по-хардски лам, к сожалению, я больше там с точки зрения менеджмента, организации, процессов и всего такого, но мне всегда нравится все равно на себе все тестировать, пробовать, вот как раз было интересно протестировать разные АИ-сети, и, конечно, я растерялась, я думаю, господи, сколько их там, миллионы, и каждый день какие-то новые появляются, что делать? Я для себя обнаружила прекрасную программу Fidgetal Plus, вот, мне очень зашло, не реклама, потому что, ну, у них в базе данных там ты оплачиваешь раз в месяц, по-моему, и тебе дают доступ вот к разным как раз тулам, и ты можешь попробовать разные визуальные вот эти вот всякие меджорни и прочие, сетки для нейронки, и куча-куча там других, то есть у них прям такая, как википедия разных программ искусственного интеллекта, так что вот очень рекомендую. Fidgetal Plus. Сейчас там я добавлю, мы работаем с ними, это партнеры наши, это российские ребята, что очень приятно, то есть у нас с ними официальное партнерское соглашение, в нашей школе учат ими пользоваться, и самому талантливому студенту мы еще и подписку дарим. Вот суть в чем, кто знаком с 3D-графикой, ну и вообще, есть такое понимание, нодная система, они зашили в веб-интерфейс нодную систему для нейронок. Их уникальность заключается в том, что ты берешь вот ноду там, ноду там Stable Diffusion, ноду там и какой-то другой версии Stable Diffusion, и соединяешь, ну вот как вот нодная система, там вот шлюз из одного в другой там. Ну я хочу, расправедливости ради, есть такой бесплатный инструмент ConfiUI, где тоже нодовая система, и все, что выпускается в моделях, туда можно зашить. А они, на самом деле, нет, у них бесплатно первичный доступ к Fidgetal. Нет, это не умаляет Fidgetal, просто чтобы диалог был более полным. Нет, прикольно, я просто не видел, я все время с текстовыми работаю, но для меня, то есть Fidgetal было открытие, что, то есть нодную систему, я вообще, когда нодную систему в веб-интерфейсе увидел, у меня шок случился. Это вообще сильно очень. Ну потому что это реально сильно, потому что кто понимает, о чем идет речь, нодная система, ну это сурово, это удел так, ну как бы, лаптон, ну десктоп решений. Я думаю, что надо пояснить зрителям, что мы сейчас говорим про контролируемую генерацию. Когда вы работаете с текстовыми промптами, все, что вы имеете, это промпт, да, и вы не можете вынести уже в существующую картинку изменений. О чем мы сейчас беседуем с Борисом, это контролируемая генерация, когда мы можем управлять генерациями, вплоть до того, что там соединить двух человек, сгенерить одну, там, одного персонажа, другого, поместить их в определенный фон, соединить их там, поместить там по разным координатам, например, сделать, чтобы они держались за руки, либо там рожали руки. То есть, вот такие вот моменты, отдельные части изображения менять, но это дает и даже тот же стейбл, и контролнет, контролируемая генерация. И вот это вот развитие искусственного интеллекта, именно нейросеток с возможностью контролируемой генерации, это очень мощно, и это то, в общем, на что должен дизайнер обратить внимание. Еще хочу продолжить тему, что в целом, мне кажется, есть тренд в использовании нейросетей на комплексное использование, то есть, когда мы используем не только, например, визуальные какие-то программы, но и там сейчас миллионы возможностей, понятно, там, текстовые, да, то есть, условно, вы можете создать себе рекламную кампанию просто на базе искусственного интеллекта целиком. вам искусственный интеллект при правильном промт-инжиниринге напишет сценарий, вам искусственный интеллект напишет музыку, вам искусственный интеллект нарисует там картинку или видео, сделает по вашему промту, и даже создаст модель, да, аватаров. Ну, про аватаров, я думаю, тоже интересная тема, вот, но, наверное, уже отдельная тема для следующей лекции. Вот, поэтому, в целом, опять же, да, надо использовать все эти возможности, и мы уже видели примеры рекламных кампаний, которые сделаны полностью на искусственном интеллекте, но на самом деле не полностью, конечно, естественно, все это под чутким руководством людей, вот, и чаще всего даже при использовании визуальных там тех же нейросетей потом все это доводит до какого-то финального результата все равно через графические программы, но уже много есть рекламных кампаний, брендов, которые, можно сказать, там на 80% сделаны только на базе искусственного интеллекта целиком, там, да, вот сценария до, собственно, видео. Хотела еще дополнить про искусственный интеллект, имея опыт работы тоже в Миджорни, и вот весной этого года был первый в мире и в Fashion Week, также принимала в нем участие, достаточно интересный был опыт, в целом, что хотел сказать, достаточно банальная вещь, но тот же Инстаграм, очень классно, иногда Миджорни помогает дополнять контент и делать его достаточно нетривиальным и необыденным, то есть можно из-за того, что можно все, что угодно вообразить и создать за пару, не знаю, минут в искусственном интеллекте, гораздо чаще можно дополнять свой контент и тем самым охваты свои поднимать, ну, то есть это уже немного про Инстаграм, про охваты, мне вот в этом плане искусственный интеллект помог. Еще хотела порекомендовать, есть вот по музыке такой сайт называется Муберт, тоже стартап, кстати, российского тоже происхождения, вот, и что прикольно насчет этого стартапа, вот я тоже знаю фаундера лично, что он был создан еще до вот этого бума на весь этот искусственный интеллект, они очень уже давно существуют на рынке, вот, и вот в итоге я думаю, что у них сейчас второе рождение, перерождение, вот, потому что опять вот эта волна интереса к искусственным сетям, вот, и еще второй момент, просто из каких-то таких практических рекомендаций, на самом деле, вот, кто, наверное, пробовал чат GPT, тот же, через Telegram, на самом деле, к сожалению, все-таки, ну, не то чтобы к сожалению, но рекомендую попробовать зарегистрироваться все-таки на OpenAI, на официальном сайте, потому что через Telegram обычно дают доступ к устаревшей версии чат GPT, и вы, ну, то есть, реально разница невообразимая по результатам, и вот четвертая, или там уже какая-то, не помню, четыре с половиной, или пятая, даже версия чат GPT, это следующее поколение, которое обучено на огромной базе данных, гораздо больше, чем вот то, что мы юзаемся через Telegram каналы, вот, так что там просто есть какие-то технические сложности, но я думаю, что все преодолимо, вот как на официальном сайте зарегистрироваться. Супер, спасибо, на самом деле столько инсайтов было интересных, я себе очень много всего отметил. Мы будем потихонечку уже двигаться к завершению нашей дискуссии, и все время, когда говоришь про цифровую одежду, про какое-то будущее, в конце все просят сделать какие-то выводы о том, что нас ждет, поэтому те, кто хочет, поделитесь своими выводами, каким-то возможным анализом, что нас ждет, что нас ждет в цифровой моде и вообще в моде в будущем. Я думал, что у нас будут вопросы из зала, я просто понятно, да, но я хотел так немного духоты врезать под конец. Короче, сегодня утром у меня такая очень жаркая дискуссия с коллегой Пашовачей состоялась, с Настей, я сидел, генерировал картинки в Меджорни, смотрел, как бы выглядел ад глазами разных художников, смотрел, как бы выглядел ад глазами Босха, Блейка, Бейкона, короче, когда я вел ад глазами Гигера, меня забанили, сказали, что это нельзя смотреть, но суть не в этом. И потом мне показывал Насте генерации, и Настя такая, блин, что ты мне показываешь, это такая вторичка, я говорю, как вторичка, посмотри, ну типа Блейк сколлабил с Босхом, и это выглядит угарно, ну при должном подборе пром, такого не было в реальной жизни, ну и это же классно, это же есть переосмысление в эпоху пост-пост, в которой мы живем, или что это? И Настя мне такая, вот, говорит, художник, это проводник от творчества, а творчество есть Бог. Я говорю, где-то я недавно прочитал это в книге, а я читал «Будь художника», и там про это пишут, что, ну вот эту мысль, забавно, что 30 лет назад, по-моему, женщине в Голливуде пришла эта мысль, и Настя, не читавшая эту книгу, сегодня мне это рассказывает, и я вспоминаю передачу, которую я неделю назад посмотрел на Ютьюбе, где говорили, что там это все такое датеистические, современные, грустные, философские реалии, что разумная, неживая форма жизни есть, ну, как бы вершина, как бы творения разумной, живой жизни нашей, и мы как бы в моменте, да, не понимаем, что делаем, это несет очень большую ответственность на нашу коммуникацию и использование этих технологий, и там вопрос вообще этики нашего взаимодействия со всем этим, я считаю, что он очень важен, да, как это, ну, должно поддаваться, какое у нас должно быть к этому отношению, то есть, если у нас есть возможность ускорять свои возможности по написанию рекламных кампаний, должны ли мы отвечать за качество нарратива, которое они преподают, чтобы уважать тех, кому мы их даем, или мы можем вообще теперь кормить по контентам всех еще больше и вообще не думать, и мне кажется, генеральный вопрос, это, ну, во-первых, наша ответственность перед технологией, которую мы создали и пользуемся, и это раз, и два, это наше отношение, потому что, ну, если говорить, что нейронка это программируемое с личности художника, ну, что-то посредственное, ну, давайте будем честными, если поговорить с точки зрения нейробиологии, то каждый человек это нейронка, которая никакой индивидуальности не имеет, выросшая на конструктах, которые он тоже впитывает со всех сторон, ну, как бы, и как-то переосмысляет, и в контексте бесконечного переосмысления нет разницы между нейронным сетью, меня сейчас РПЦ не осудит, интересно, да, и сознанием человека, да, и вот, ну, я как, для меня, для меня это вообще, я думаю об этом постоянно, это, ну, какой фундаментальный вообще момент, в котором мы живем, и я считаю, что лучшее, что мы можем сделать, это проявить ответственность и уважение, да, ко всему этому, как бы, и, ну, заморочиться, и, как бы, улучшить качество нарратива, который мы едим, и которым кормим друг друга, вот. Борис, мое уважение. На самом деле, правда, вот вопрос этики, это классная тема, все же посмотрели «Черное зеркало», какую там вторую серию шестого сезона, про, ну, как он назывался, стриминговый сервис, стримбери, это же просто ужас. Так что, да, я полностью поддерживаю, вопрос этики немаловажен, вот, но, в общем, мне кажется, что в целом, не хочется там банально говорить там про, спорить там на тему того, отнимет ли искусственный интеллект, работу там дизайнеров или моделей, на самом деле, сейчас реально уже такое есть даже движение там в пользу прав моделей, да, потому что, не помню, какой-то бренд снял рекламную кампанию, используя модели, исключительно основанных на нейросетях, и на них чуть не там в суд уже подают, доходит уже до такого, хотя, в другой страны, может быть, бренд просто хотел себя проявить, так что, да, тут надо, конечно, все взвешивать, ну, особенно, если большая ответственность, если бренд начинающий, я думаю, что как раз все супер, можно вообще делать практически все, что угодно, и не ограничивать себя ни в чем, искать себя, пробовать разные технологии, но мне кажется, еще важно не слепо следовать трендам, быть как все, потому что, ну, в общем, тогда у вас не будет какой-то изюминки, а как-то через свое ДНК, все это ДНК бренда, все-таки пропускать, и отбирать то, что подходит именно вам. Мне кажется, это классный вывод просто, на который мы сегодня можем заканчивать и переходить к вопросам, поэтому, если у кого-то есть вопросы, я могу подойти с микрофоном, да. Есть вопрос, переходящий к теме эскапизма, такой, значит, вопрос, что у нас, вот, вот, я просто проведу пример, у меня есть девушка, она мне постоянно отправляет селфи, но, допустим, она накладывает все время маску, потому что он делает некоторую ретушь. У меня вопрос, насколько вы, может быть, переживаете или думаете о том, когда вы делаете некоторые цифровые продукты, которые в том числе могут скрывать какие-нибудь недостатки или то, что не нравится людям, вместо того, чтобы люди могли действительно, как бы, вложиться в себя, то есть, насколько часто это получится такая маска и думаете ли вы о том, что это именно маска, скрывающая истинное лицо человека, чтобы он мог самого себя принять. Не знаю, я лично отношусь к этому всему, как к выбору каждого человека, то есть, все-таки, это решение вашей девушки выбирать именно этот фильтр, если ей так спокойнее, если ей так комфортнее. Слушайте, я чувствую себя сейчас как будто мы в психологической группе какой-то, в общем, мне кажется, что все зависит от человека, все индивидуально и важно уважать выбор каждого человека, он имеет право в том числе использовать фильтры, бренды, грубо говоря, тоже имеют право улучшать где-то внешность своих покупателей, мы все прекрасно видим и в реальности, когда ты заходишь в какие-то отдельные магазины и кажется, что правда, ты выглядишь в каких-то зеркалах стройнее, чем в реальности и смотришь на себя, думаешь, ну классно, покупаю, но в целом, да, здесь опять же вопрос этики, где-то есть вот эта грань, которую нельзя переходить, но если ты человек, который все-таки умеет заниматься самоанализом, контролировать себя и, ну в общем, все это, мне кажется, про выбор каждого человека, индивидуума, это его право покупать. Я думаю, что там от контента, от контекста зависит, да, если там девушка знакомится и посылает себя с фильтром, то это, конечно, очень странно выглядит, потому что она не соответствует реальности. В целом, мне кажется, даже если идет речь про знакомство, ну, опять же, это к вопросу цифровой идентичности, мне кажется, если она даже отправит свою фотографию с маской котика на лице, она может сказать, ну я себя так вижу, друг, если ты меня не принимаешь такой, извини, это тоже твой выбор, вот, а мой выбор отправиться в такую фотографию с котиком на лице, например, так что, ну, я такое мнение. Ну, это можно сказать, что это авторское решение, фильтр это хорошо, я считаю, что фильтр это хорошо, я вообще считаю, что через, ну, цифровые решения можно преодолевать, ну, реально, ну, какие-то проблемы, потому что я видел случаи, как люди от трипофобии после генерации излечивались, и поэтому, да, фильтр хорошо, пускай это будет, скорее да, чем нет. Так, еще вопросы? Спасибо. Всем здравствуйте, у меня следующий вопрос, я хотел бы подытожить, я не понял до конца, в итоге, вот эта одежда виртуальная, кем она покупается, кому она продается, и какой вообще там объем рынка примерно, то есть какие там цифры вообще фигурируют, кто покупает, как я понял, игры, да, роблокс и прочие, но в России это вообще работает, то есть можно сделать свою коллекцию и как-то внутрь роблокса вставить ее, чтобы там дети покупали? Хороший вопрос, самый нужный, наверное. Да, да, в России цифровая одежда это сейчас контент, это прикладная 3D графика, вот, ну, вот так, то есть, да, в России есть прецеденты покупки цифровой одежды для обработки на фото, ну, то есть это реально руками накладывается, но это смешно, то есть это не как бы деньги. В России цифровая одежда, как я уже сказал, я подытожу, это скорее подчеркивание своей мультидисциплинарности, как 3D контент мейкера, вот, это дополнительный ход, как бы, ну, определенным образом стилизованный в 3D, если ты работаешь. Вот, это на данный момент, вот, сейчас так, продавались NFT реально в какой-то момент, то есть, ну, мы реально продали виртуальные одежды на несколько тысяч долларов, но лавочка прикрылась еще до февраля 22-го года, а сейчас вообще, то есть, ну, есть мировой рынок цифровой одежды, мы за него не будем говорить, потому что данными мы с него не владеем, есть dressx, что-то там продают, есть артизан, что-то там продают, но это, ну, не такие деньги, которые, ну, могут быть интересными, поэтому в мире этот рынок есть, мы его не знаем, в России сейчас это контент, это нужно для личного бренда, для широты своего позиционирования, и это критически важно, потому что быть мультидисциплинарным и оригинальным нужно, а будет ли непосредственно прямая монетизация, ну, как бы в России и в мире, в мире не знаю, в России тоже, ну, в мире не знаю, в должных объемах, по крайней мере, по своим аппетитам, в России тоже не знаю. Ну, у меня ученики продавали, продают на dressx, конечно, говорят, что там не заработаешь ничего, даже в самые такие хорошие продажи, но они все равно, ну, там очень много одежды представлены, и в пересчете на одного дизайнера это совсем, ну, не заработок, скажем, это скорее площадка показать, что вот меня отобрали, я продаю на dressx, да, и дизайнер, это как свое портфолио говорит, что он там продается, потому что проходит серьезный отбор цифровые художники, а уже бренды обращаются к художникам за созданием контента, за созданием цифровой одежды, чисто для своего пиара, для своих соцсетей. То же самое, так я думаю, у Ахмадулины, да, не зарабатывает цифровой отдел. Ну, мы об этом, на самом деле, мы этого и не скрываем, да, это всегда и говорим, что это часть маркетинговой стратегии, и для нас важно это показывать, нам важно позиционировать, ну, это часть позиционирования бренда как инновационного. Это, конечно, не доля заработка бренда, да. Я бы еще здесь дополнила, вот по поводу заработка, мы бы сфокусировались сейчас только на цифровой одежде, но я бы посмотрела на месте начинающих, например, дизайнеров или молодых брендов в сторону фиджитал, все-таки продуктов, то есть, когда можно смешать физическую и цифровую реальность, вот, соответственно, через это можно реализовывать кучу разных механик, в том числе геймификацию. Есть такой пример, сейчас поделюсь, можете записать, потому что, мне кажется, в России, не знаю, наверное, еще пока никто не делал. В общем, я была на выставке NYC New York, NFT NYC, в общем, в этом году, и был там такой бренд, они продают кепки, вот кепки, обычные кепки, в них вшит NFC-чип. И дальше люди эти кепки покупают, я не помню, сколько у них в рознице стоят, что-то типа 120 долларов или 150, и, в общем, там все это через геймификацию реализовано. Люди в этих кепках, когда видят друг друга, они сканируют кепки, получают какие-то там награды, и, в общем, кто больше соберет, тому вручают там какие-то значки. Эти значки можно прикрепить к кепке. Потом, эти значки уникальные, то есть я реально видела взрослую аудиторию, там чуть ли не 35+, которая носилась по городу, собирая вот эти значки. И там еще были всякие тоже прикрученные механики, там, например, нужно было поехать в какое-то место определенное, в точку, то есть можно, опять же, говорить про инфраструктуру, можно работать с разными заведениями, ресторанами, не знаю, там, кафе, музеями, все это связывать в какую-то одну сеть, договариваться с ними. Тут мы уже говорим про, возможно, какие-то коммерческие контракты. То есть, в общем, все это, мне кажется, классно, если создавать что-то свое, или, ну, вот, не пытаться там копировать, да, вот эти все тренды, а пытаться вот что-то свое создавать, или, ну, можно адаптировать, наверное, да, какие-то мировые тренды, вот, в общем, комплексно к этому подходить, вот, ну, в общем, про фиджетал вообще тоже супер тема, можно долго говорить, куча примеров, вот один из них я назвала. Ну, я вернусь к контенту. Просто хороший пример, да. Порог входа в индустрию, ну, то есть, студии, которые делают игровую графику, ну, огромное количество, в стране многобюджетных, студии, которые цифровую моду делают, ну, там, две, одна из них наша. Это я к вопросу, да, о самопозиционировании, ну, просто если ты уже там 3D освоил, то освоить там digital fashion, ну, не так сложно, скажем, и это как бы в любом случае надстройка к портфолио, в любом случае, если мы бьемся за уникальность, ну, даже если это прямо денег не приносит, если это ход, а это ход, то надо это делать, вот. А можно еще про digital одежду? Ну, как мне кажется, с приходом XR, да, и с очками Apple, и как будто бы уже более глубоким переосмыслением метавселенных, и мы хотим уже погружаться, как будто бы в скором времени массово туда все, именно digital одежда, она же станет востребованной, и как будто бы наоборот физическая одежда, та же от кутюр дизайнерская, она теряет свою актуальность. Зачем людям покупать физическую одежду, супердорогую, носить ее, если типа никто не увидит, все ходят в очках, они видят этот виртуальный мир. То есть как будто бы наоборот кутюрная какая-то, digital одежда, она заменит физическую одежду, и вот на том этапе уже это, естественно, будет востребовано, на мой взгляд. Я немножко, наверное, подытожу, внесу нотку такого позитивного мышления, ну то есть где мы, в принципе, можем продавать цифровую одежду. На рынке есть около 10 популярных мировых дизайнеров, художников, которые продают реально крутые цифровые вещи за очень дорого, которые просто накладывают вещи там в фотошопе, на фото. Я постоянно их пощу на канал, то есть их реально есть, их немного, но то есть если вы найдете свой уникальный стиль, если вы вложитесь в личный бренд, почему нет, то есть это реально рабочая схема. До сих пор есть дизайнеры, которые продают NFT коллекции собственные, они тоже есть, рынок там где-то просел, но если смотреть на статистику рынка и отслеживать его, постоянно какая-то коллекция каждую неделю у кого-то выстреливает, тоже почему нет. С точки зрения дополненной реальности, например, площадки Zero 10, мы уже сказали, что им невыгодно обмениваться каким-то технологиями с другими площадками, потому что они хотят создать внутренний маркетплейс у себя и свою технологию внедрять на свой внутренний маркетплейс. И то есть точно сейчас делают Zero 10, они делают закрытую покупку внутри своего приложения, то есть они уже сейчас собрали определенное количество дизайнеров и ты должен уже платить денежку внутри этой площадки для того, чтобы примерить виртуальную вещь. То есть в будущем для того, чтобы примерить вещь в приложении Zero 10, ты должен будет заплатить возможно немного, но из-за того, что цифровая мода идет к массовости, даже там 1-2 доллара, которые будут распределяться между дизайнером и брендом, ну может быть там 10 долларов, я не знаю, сколько будет стоить одна примерка, это будет, я думаю, что весово и рынок должен расширяться в этом направлении. Метавселенные игры это тоже классное направление, я тоже постоянно публикую статьи дизайнеров, которым там по 15-16 лет, которые уже сегодня долларовые миллионеры, поэтому на рынке есть примеры во всех направлениях, которые мы сегодня перечислили, нельзя сказать, что цифровая мода там вообще не продается. она продается просто если ты лучший, наверное, в своем направлении, если ты быстро подхватил тренд, быстро туда зашел, вообще все, то, о чем мы сегодня говорим и люди, которых мы называли дизайнеры, бренды, это те, кто очень быстро зашел в какой-то тренд, а тренды в цифровой моде меняются очень быстро и как бы почему не подхватить его и не стать там лучшим в том же сейчас искусственном интеллекте. Запускается огромное количество стартапов, я уверен, что прямо сейчас появляется какой-нибудь дизайнер, который что-нибудь придумал и завтра я уже буду писать о том, как о нем написал Forbes. Как бы такого очень много на рынке, я просто очень долго это освеживаю и прямо на моих глазах эти дизайнеры рождались и сегодня они зарабатывают кучу денег и с ними коллаборируют классные проекты и поэтому вот нотка позитивного мышления. Еще вопросы? Спасибо. Сейчас будет много вопросов. Это знаете, у меня вот какая-то там фраза из ваших мне напомнила, что если мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Вот я сидела, у меня столько просто мозг кипит, я вроде бы в индустрии, я стилист, практикующий, я как бы работаю с всеми брендами, которые причислены, но я понимаю, что я вообще ничего не понимаю. То есть я не знаю, о чем вы говорили, настолько это глубокая, далекая для меня тема конкретно. Я не знаю, как народ там сзади, как бы все ли все понимали, но для меня очень много новых слов, особенно вот эта нотная система, там пошла дальше в глубину, которая даже вам взорвает мозг. В общем, о чем я хотела спросить. Во-первых, у Марии ваш костюм, как раз ваша история о 3D, ваша работа. Ну, конечно, я ношу только свои вещи, но за исключением, может быть, спортивной одеждой не всегда имею доступ к пуховикам, к пухонабибочной машине. У меня не каждый сезон клиента заказывают пуховики. Это единственная вещь, которую я покупаю. А так, естественно, я на своем аватаре все разрабатываю, поскольку делаю это для брендов, делаю так же и для себя. То есть пока с вами я больше всего понимаю, как взаимодействовать. Слушайте, ну я да, я про жизнь, про реальный дизайн, про тот дизайн, который мы создаем в 3D и привносим в реальную жизнь. Я учу этому дизайнеров, конструкторов и любых желающих. Тема очень крутая. Мне бы хотелось тоже быть в ней, в этой теме. Я такая думаю, блин, метавселенная какая-то там закрылась, я даже в ней не была. Я даже про нее типа не знаю. Думаю, блин, а как вот вы узнаете эту информацию, это, наверное, вопрос к вам, Алексей, больше, что вы ведете этот канал, я сейчас услышала, то есть если можно поделиться ссылкой, соответственно, хоть как-то погрузиться в эту тему глубже, как вы отслеживаете, находите все это. Вот я сейчас записывала все эти порталы, программы, метавселенная, думаю, боже, это же вообще, это же реально, вы живете в виртуальном мире и все это время тратите на то, чтобы что-то там отслеживать, а другие люди что-то там делают. Это просто офигенно. На самом деле так и получается. Ну просто я начал изучать это очень давно и все эти проекты, о которых мы сегодня говорили, они по сути у меня на глазах выросли. И у меня сейчас такая картина перед глазами, как будто я вижу всех, кого я знаю и просто смотрю, что они делают, кому там дали инвестицию, я понимаю, что они будут делать. Плюс с многими командами лично на связи постоянно, потому что, как мы сказали, выходцев из России огромное количество, ну и русскоговорящих, по крайней мере, ребят, которые классно общаются, мы поддерживаем общение, я там знаю какие-то инсайты, у кого там что будет выходить, кто там что сделал. Но я обо всем классный канал Digital Schcaf очень всем рекомендую, в Telegram, там всегда свежие новости. Я каждое утро смотрю перечень новостей, у меня есть огромное количество запросов, которые сформированы за все эти годы. Я просто все это вбиваю в Google, все сайты просматриваю, ну и просто делюсь типа самым интересным. Как-то так. Я, да, где-то вот там живу уже на протяжении последних трех лет, точно не в настоящем. Поэтому как-то так. Не знаю, спросите, что-нибудь еще есть. Ну, на самом деле, мы уже два часа разговариваем, наверное, будем потихоньку отпускать наших спикеров. Спасибо вам большое, было на самом деле очень интересно. Мы записали наш пабликток, если вам нужно будет переслышать какие-то непонятные слова, то мы пришлем вам запись после того, как выложим ее на YouTube. Вот. Спасибо вам большое, спасибо спикерам, было очень интересно. Всем хорошего вечера. Всем спасибо. 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 Спасибо.